Приветики! Меня зовут Лиса и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я бы хотела вам рассказать о антитрендах, которые навсегда вышли из моды. Если ты впервые на моем канале и еще не подписан, то обязательно подпишись. Тык! И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем! Туфли под сумку Начну с самого простого. Туфли под сумку. В какой-то период времени очень важно, чтобы туфли подходили под цвет сумочки. Некоторые дизайнеры даже выпускали в комплекте туфли плюс сумка, чтобы уж наверняка все идеально друг с другом сочеталось. На сегодняшний день установка, что туфли обязательно должны быть в цвет сумки, ее просто-напросто нет. На сегодняшний день ситуация такова. Ваши туфли могут быть не под цвет сумки. Сегодня вообще нет никакого жесткого правила. И если в какой-то промежуток времени, вместо того, чтобы подбирать туфли к сумке, мода пошла в ту сторону, чтобы наоборот туфли и сумка ни в коем случае не сочеталась, то на сегодняшний день и то, и другое правило, оно просто отсутствует. Вы можете носить свои кеды, туфли, босоножки, что угодно с любой сумкой. Второй пункт. Я бы назвала его треники, не брюки. Что я подразумеваю под фразой треники, не брюки? Обратили ли вы внимание, что с начала этой весны на улице стало появляться огромное количество девушек, которые ходят в трениках, в спортивных брючках? Вот эти вот брюки. Более чем уверенно вы такое видели. И если не видели на улице, то наверняка в том же самом инстаграмчике. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм, пожалуйста. Я очень стараюсь выкладывать туда лучки. Ну, я стараюсь выкладывать туда что-то классное, поэтому я буду очень рада, если вы подпишетесь на меня. И будете лайкать, сильно написать комментарии, отточнены истории. Ссылочку я оставлю в описании. Так вот, где бы вы ни видели, наверняка вы обратили на это внимание. И представьте себе ситуацию еще буквально, ну, не знаю, лет пять назад. Ну, как бы треники не носили где-то за пределы спортивного зала, и было очень странно увидеть девушку, в ресторане, в спортивной одежде. Да я даже, кстати, уверена, что, скорее всего, в хороший ресторан бы в таком виде и не пустили. Но сегодня ситуация совершенно изменилась. Теперь спортивные брюки, брюки спортивного кроя прочно вошли в наш повседневный обиход. И теперь, если вы хотите наслаждаться просто максимальным комфортом, а я не представляю, что может быть комфортнее, чем спортивные брюки, вы можете совершенно спокойно в них ходить вообще куда угодно. Потому что на сегодняшний день это очень актуальная вещь гардероба. И, если честно, то, мне кажется, она приживется. Кстати, как вы относитесь? Вам еще нравится этот тренд? Или вам он категорически не нравится? И вы сторонник той позиции, что спортивная одежда, включая спортивные кроссовки, спортивные рюкзаки, всему это место только в спортивном зале. Если честно, я сама к этому относилась очень-очень с большим сомнением. Но потом, знаете, вот как это обычно бывает, я пришла такая в магазин, я искала желтые носки. По всем инстаграмам искали мне желтые носки. И я искала желтые носки, я нашла желтые носки. И я такая увидела вот эти вот брючки. И подумала, так, ладно, желтые носки у меня есть, а вот брюки с желтой полоской у меня нет, есть только с красной. Может быть, есть смысл купить брюки с желтой полоской, заодно и попробовать. Окей, я купила, я пришла, я надела их, я поняла, что я больше не хочу из этих брюк не вылезать вообще никогда. Нет, конечно, я буду из них вылезать, но в целом мои ощущения какие-то такие. И теперь мы плавно перетекаем к следующему пункту. Туфель на каблуках не обязательный элемент, чтобы женщина считалась привлекательной. Что вообще такое классически привлекательная женственная девушка? Ну, скажем так, секси. Что такое секси? В сексе это когда девушка на каблуках, традиционная, да, понимаю, не исключительно про традиционное восприятие сексуальной девушки, говорим. Девушка в юбке, у девушки есть декольте, у девушки такая вот прическа готовая полностью, важно приглаженная, кучерявая она, короче, когда у нее просто полная прическа и, естественно, какой-то около развратный макияж. Это примерно что-то вот такое. Одно время действительно женщина считалась полностью женственной, когда она действительно подчеркивала все свои женские прелести. Да, такое действительно было. Но на сегодняшний день, чтобы выглядеть женственно, чтобы выглядеть привлекательно, совершенно не обязательно демонстрировать все свои изгибы и не обязательно стоять на каблуках. Мода пошла в упрощение, тренды пошли в упрощение, и люди, естественно, просто приспособились к тому, чтобы быть привлекательной в каких-то около спортивных одеяниях в стиле casual. Вот, например, посмотрите эту фотографию. Ну, согласитесь, что трудно эту девушку назвать непривлекательной, хотя у нее обычная футболка, обычные шорты и обычные самые кеды. Она привлекает нас чем-то другим. Она в данном случае привлекает нас не тем, что она демонстрирует нам эту свою, как бы вот, женственность. Посмотрите, да, у меня там есть... Посмотрите, у меня тут вот такая вот прическа и вот такой вот у меня макияж, поэтому я женственно. Нет, сейчас все немного иначе. Поэтому, если вы стремитесь быть женственной, если вы стремитесь быть привлекательной, вам не обязательно для этого ходить целыми днями и ночами на каблуках. Я ни в коем случае не хочу сказать, что женщина, которая идет на каблуках, не женственная или какая-то она неправильная Не, ни в коем случае, я сама хожу на каблуках, причем довольно часто хожу Но это только в том формате, что на сегодняшний день уже не считается априори супер женственной, супер привлекательной женщиной, которая исключительно ходит на каблуках Помните, однажды я снимала видео про корейский макияж? И там я упоминала про бренд Limani Оказывается, у этого бренда есть канал на ютубе Мне очень понравилась тогда их косметика, их тени И они, увидев то мое видео, решили прислать мне еще парочку подарков Если честно, то я осталась просто в восторге, потому что остальная косметика у этого бренда тоже просто супер Я буду вам очень благодарна, если вы поддержите подпиской и лайком моих новых друзей на их канале Ссылочку я оставлю вам в описании У них на канале вы найдете объективно много полезного Там также есть видео с распаковками, а еще там есть видео с советами по несению макияжа, обзора и очень многое другое Так что обязательно пройдите на их канал и зацените его, я уверена, вы найдете там много интересного Следующий пункт, кстати, вот сейчас я уверена, что будет очень много негодования Очень будет много высказано разных точек зрения И если честно, я хочу, чтобы вы высказывали свою точку зрения, потому что реально очень интересно Этот пункт я решила назвать как «Лучше иметь одну вещь, но дизайнерскую» Согласитесь, наверняка вы слышали от мамы или, возможно, от бабушки о том, что обязательно нужно иметь хорошую сумку, добротные сапоги И, казалось бы, ну, вроде как все логично Но есть один небольшой парадокс, опять-таки, актуален для нашего времени Сейчас мода пошла на ускорение, у нас очень быстрая мода То, что было в том году на пике популярности, в этом году уже не популярно Вспомним те же самые чокеры, которые еще полтора года назад все носили Сейчас чокеры не носит практически никто Сказать, что чокеры чем-то испортились, людям разонравились, нет, ни в коем случае Просто тренд прошел Это очень быстрая мода И любой практически тренд, он действительно сейчас именно таков Все очень быстро, быстро, быстро меняется Почему раньше очень важно было иметь одну, но добротную сумку? Потому что не было альтернативы Вы могли или купить сумку из хорошей, качественной, дорогой кожи Какую-нибудь там, не знаю, итальянскую, например, даже не берем брендовую Или вы могли купить какую-нибудь сумку из очень дешевого пластика, такого под кожу, кожзаменителя И действительно, в данном случае получается, ты покупаешь, условно говоря, сумку за 10 тысяч рублей И носишь ее 10 лет, и с ней вообще ничего не случается Или ты покупаешь сумку за 1000 рублей, ходишь с ней один сезон, какую-нибудь там одну зиму И она едва ее переживает, потому что она вся в трещинах, вся в полозах, бороздах Короче, уже неприглядное состояние С этой точки зрения, безусловно, логично Но на сегодняшний день ситуация немного отличается Поэтому мне очень интересно также послушать ваше мнение Согласны ли вы с тем, что на сегодняшний день нет какой-то острой необходимости Иметь в своем арсенале дорогую сумку Но не потому, что мы не хотим иметь в своем арсенале какую-то брендовую, дорогую, видную, яркую Да, вещь, которую все сразу знают Например, сумка Chanel Boy Все знают, что это Chanel Boy Или тот же самый Hermes Birkin Тоже все знают, что это Hermes Birkin Но сейчас уже нет особой в этом необходимости Потому что можно купить качественную вещь, не разоряя при этом свой бюджет Ну и, конечно же, сразу вопрос к вам Чтобы вы предпочли иметь одну, но какую-то дорогую сумку Ну, хорошо, пусть будет тот же самый сумка Chanel Но она у вас одна Вы можете выбрать себе любую расцветку, любой фасон Но это как бы будет одна ваша сумка Или вы предпочтете иметь 10 сумок Которые по качеству будут не такими плохими Которые при этом вас не разорят И вы сможете с ними составлять просто огромное количество комбинаций в одежде И следующий момент, который навсегда ушел вообще из мира модных установок Это не смешивать принты Боже мой Сейчас можно делать просто что угодно В этом плане просто мода это что-то максимально великое и прекрасное Уже нет такого ограничения, что нельзя клетку совмещать с горохом Или какой-нибудь турецкий огурец Нельзя совмещать с какими-то геометрическими фигурами Ни в коем случае Сегодня вы можете смешивать совершенно любые принты Это не значит, что вы должны это делать Это значит то, что сегодня нет никакого такого ограничения Сегодняшний день это очень свободный день И это мне кажется максимально прекрасно Если вы хотите, не знаю, смешать горизонталь и клетку Вы можете это сделать Главное смотрите, чтобы эта горизонталь и эта клетка более-менее друг к другу подходили По цветам, по оттенку, по настроению Потому что, конечно, если вы будете подбирать Не знаю, вверх у него будет 25 разных принтов в 25 разных оттенках И низ тоже будет из другого принта И там тоже будет какая-то катаваси Это будет, ну, что-то очень странное, цирковое Ну или high fashion, можно и так сказать Если это видео вам понравилось Обязательно ставьте лайк, если оно вам понравилось Подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось И всем спасибо за просмотр И всем пока-пока До новых встреч!